Поводом для последнего дела против Владимира Квачкова стали три поста в Одноклассниках. Сам Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы. В суде Квачков раскритиковал военное руководство России и лично Владимира Путина. На мой взгляд, дискредитируют вооруженные силы следующие граждане. Путин, Шойгу, Герасимов. Владимир Квачков, российский полковник в отставке, сообщает Медиазона. После этих слов судья прервала Квачкова, продолжила заседание и вынесла вердикт – штраф 40 тысяч рублей. При этом Квачков выступает за войну России против Украины, состоит в общероссийском офицерском собрании, которое, в частности, призвало перейти от спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией. Квачков является известной одиозной личностью, которая сидела в тюрьме за покушение на Анатолия Чубайса. Квачков – это фигура символическая для националистического сегмента, который боролся с евреями во власти. Это антисемитское очень серьезное движение в том числе. Аналитики утверждают, что штрафов и арестов генералов и офицеров в России будет становиться все больше. Агрессивная риторика Гиркина и Пригожина показала, что оборонный сектор федерации может стать для Путина реальной проблемой. Сформировалась вот такая партия войны, в широком смысле, она не формализована никак, в которую входят всякие отставные военные, которые критикуют военное руководство и политическое руководство России, критикуют за недостаточную компетентность в ведении войны. В России сегодня много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина, уверены эксперты. Вполне реален конфликт между Кадыровым и ФСБ, либо раскол внутри Минобороны России. Путин, который утратил все свои основные функции, он больше не электоральный локомотив, он теряет рейтинг, он больше не решает вопросы с Западом, он военный преступник, которого разыскивают уже 122 страны и арестуют его в рамках подписавших, ратифицирующих вот этот римский статут. И Путин больше не является даже арбитром между разными кланами, потому что они уже начинают конфликтовать через его голову. Мятеж Пригожин – это демонстрация того, как они уже не надеются на Путина в качестве арбитра. Поэтому такой лидер больше никому не нужен. По данным украинской разведки, часть российской так называемой элиты готова идти на контакт с ГУР и надеяться на неудачи и поражения других групп внутри Кремля. Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем после Путина. Многие представители военно-политического руководства сегодняшней путинской России действительно понимают, что она обречена. Андрей Юсов – представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью Лиганет. Ранее в главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что знают, кто готовит новый мятеж, но не называют его имя, чтобы не помешать подготовке. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом».